На минувшей неделе в доме 16 по улице Окульничьего возле школы номер 13 произошло возгорание квартиры, из-за которого пострадал практически весь подъезд дома. На сегодняшний день точная причина возгорания неизвестна. Пожарная часть номер 10 города Каспийска заявляет, что причинно-следственная связь устанавливается. Первые пожарные расчёты прибыли к месту пожара уже в 23.57. По прибытию было видно, что горит квартира на первом этаже. Языки пламени вырывались с основной двери квартиры и со стороны балкона. Сразу было подано два пожарных ствола на тушение по направлениям с обеих сторон пожара. Одновременно были приняты меры по спасению и эвакуации людей из здания через основной эвакуационный выход. По словам начальника 10 пожарно-спасательной части города Каспийска Саида Магомедова, возгорание было ликвидировано в течение получаса. В результате ЧП было повреждено имущество квартиры, которая была источником пожара. Отравление продуктами горения получили пять человек. Четверо из них впоследствии были направлены домой. Один пострадавший с наличием хронических заболеваний лёгких по-прежнему находится в больнице. Переведён в терапевтическое отделение. Состояние удовлетворительное. Стоит подчеркнуть, что на месте возгорания до приезда спасателей и пожарных расчётов работала группа по эвакуации, собранная из жителей двора. Как отмечают очевидцы, одним из первых свидетелей возгорания стал 14-летний Кумутай Керимов, который, в свою очередь, и сообщил соседям о пожаре. Мы вышли из магазина с дядей, и видим, дым такой стоит. И просто садим в двор, подходим отсюда, пожар, короче. И мы забежали, короче, на склад. И оттуда наших позвали, короче, кто там был. Ну, всех людей, короче, мы звали, чтобы на помощь было. И сами тоже туда зашли, поделись. Потом оттуда тоже начал дым выходить из дверей, двери открылись. И на нас дым пошёл. Мы оттуда выбежали. Вскоре сплочённые жильцы во главе с Ахмедом Гайдаралиевым и его товарищами Рамазаном Керимовым и Юсупом Касумовым начали эвакуировать людей, рискуя своей жизнью. В ходе этого, по словам ребят, были спасены дети, женщины и мужчина, в доме которого и произошло горение. Вот в этом углу вот здесь стоит парень, ну, весь чёрный. Он только проснулся с Будуна и увидел, он был в шоке. Он от страха уже спрятался. Вот отсюда пламя уже доходило вот досюда. Мы, получается, отсюда поднялись, вот даже вот эта труба упала. Отсюда поднялись и вы начали выдёргивать. Если вы заметили, вот оно вышло. Мы еле-еле выдернули и как-то его утащили, этого человека. По словам жителей, после тушения самого пожара проблема не решилась, так как во всём подъезде стоял невыносимый дым, из-за которого жители в соседних квартирах задыхались и не могли выбраться наружу. Люди спали, мы их будили, вытаскивали. По всей квартире, по вытачкам проходил дым. И он был такой, такая гаря, если честно сказать. Один момент я уже присел из-за того, что у меня уже кружилась голова. До третьего этажа, получается, пламя поднялось. Там даже лифт, если вы заметили, он сгорел полностью. Там двери, мери. Вот если зайдёте в квартиру, увидите, там даже бетон потрескался. Бетон даже упал от этого жара. Находиться было невозможно, если честно сказать. Вообще невозможно. Вот это то, что мы присели и ели-елись. Было очень много братьев, которые просто уже от невозможности уже окна ломали, потому что даже стоять не могли. Благодаря сплочённой работе пожарно-спасательной группы участкового Рустама Османова и отважных жильцов данное происшествие, к счастью, обошлось без жертв.